Суд арестовал обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино, Челябинской области. Об этом сообщил Следственный комитет. Обвиняемому 16 лет. Его отец утверждает, что он инвалид. И мужчина сам его привез следователям, чтобы те разобрались. Главу отдела полиции Коркино отстранили от работы после погрома в городе. Об этом заявили известием в пресс-службе губернатора Челябинской области. Напомню, ночью с 24 на 25 октября под Челябинском начались массовые беспорядки из-за убийства женщины. Как пишет издание 74.ru, женщина работала таксисткой и ездила на вызов, цитата, к местным цыганам. Именно их теперь и подозревают в убийстве. Елене Сарафановой было 40 лет, и по версии следствия, ее в машине убил один из клиентов. Как пишет 74.ru, перед убийством женщина приехала на вызов к 17-летнему Мануилу и 19-летнему Марселю Юрченко из ромской диаспоры. Накануне вечера местные жители собрались у дома предполагаемого убийцы и стали бить окна. Хозяева дома в ответ открыли стрельбу. На подавление беспорядков приехали силовики. Они оцепили дом и стали оттеснять протестующих. После этого ситуация обострилась. Местные жители переворачивали машины и поджигали дома. СМИ пишут о применении зажигательных смесей. Сил местного СОБРа для подавления протестов не хватило. Из Челябинска прибыла Росгвардия. Никто из крупных чиновников региона в Коркино так и не приехал. СК сообщило о задержании 17-летнего местного жителя, который предположительно и убил таксистку. Утром появилась информация о задержании второго подозреваемого. Стрелявший в толпу мужчина тоже задержан. Против него возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает региональное управление Следственного комитета. Следствие утверждает, что он ранил двух человек. Они госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает, передают местные власти. Всего в Коркино по итогам беспорядков задержали более 40 человек, сообщает Интерфакс. Протесты координировались в том числе через группы местной русской общины, неофициального националистического движения. Эту тему мы подробнее обсудили перед эфиром с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, вот эта история в Коркино. Можно ли сказать, что такие националистические всплески становятся уже тенденцией, учитывая заигрывание власти с мигрантофобной риторикой? Или это нечто другое? Мне кажется, это вполне логичный процесс, естественный, который вписывается в целый ряд последовательных шагов. Начиная с этого полуанекдотического, но в то же время катастрофического поиска злоумышленных евреев в аэропорту, кажется, Дагестан, если я память не изменяю, и продолжая вот недельный назад, нет, больше недели назад, расстрел автомобиля, где были три брата Аушева в Ингушетии, со стороны поведем какой-то конкурирующей, может быть, этнической группировки. А потом совсем недавно расстрел военного грузовика, где уже не ранены были, как эти три брата, а просто уже один-два человека были просто застрелены. А скандал вокруг Вайлдбери, который совершенно очевидно приобретает этническую окраску. Дагестан выступает в поддержку Сулеймана Керимова, а с другой стороны выступает чеченская мафиозная группировка во главе с господином Кадыровым. Конечно, нельзя говорить, что цыганские национальные элитнические мафии взаимодействуют таким же образом, скажем, с кавказскими. Здесь другая история, но тоже хорошо известно, что мафиозные группировки часто крышуют торговлю наркотиками, например, проституцией и так далее. Собственно, так, на всем Белом Свете и в Соединенных Штатах мафии тоже связаны с этническими группировками. Но у нас, мне кажется, проблема заключается в том, что это сверху почти что поощряется. В общем-то, даже и не почти что, потому что, когда идут разговоры о возврате к традиции, об отказе от модерна, то ведь традиция как раз это и подразумевает. Погромы, борьбу между этническими группировками как норму, распределение людей по этнической идентичности. В современном обществе и, в общем-то, так везде, и было в России тоже, ответственность должна быть индивидуальной. Даже если ты член мафии, принадлежность к мафии – это есть личное отягчающее обстоятельство, но тебя рассматривают как человека, персонально нарушившего закон. Никто в Соединенных Штатах никогда бы не догадался говорить о том, что вот понаехали итальянцы и здесь нам наделали Сицилию. Хотя, да, была итальянская мафия, Коза Ностро и так далее. Это не распространялось на этнические группы. И в нормальных условиях, если бы путинская Россия развивалась по не путинскому пути, а нормальному человеческому, то вопрос был бы в поиске, а, коррумпированных полицейских, которые крышуют этнические мафиозные группы, и б, в поиске уголовников, которые, пользуясь крышей этнических группировок, торгуют наркотиками, совершают какие-то наезды, крышуют кого-то и так далее. Это нормальный процесс, когда развивается так называемая индивидуальная ответственность за содеянное. А контрпродуктивный процесс возврата к традиции, он приводит к тому, что, ну да, знаем мы этих цыган, знаем мы этих евреев, знаем мы этих русских, знаем мы этих бурятов, украинцев, кого угодно еще. И, соответственно, вот они вот такие. Но это логика 19-го, может быть, 20-го века, когда товарищ Кадыров пафосно выступает о том, что он кому-то там объявляет кровную месть. Это что, 21-й век, что ли? Это 18-й век. И это традиция. И как раз к этому нас ведет руководящая, направляющая сила в лице Путина Владимира Владимировича. Нормальный вариант, еще раз, за такие слова Кадырова надо было бы привлекать к уголовной ответственности, как к угрозе убийству, потому что никакой кровной мести у нас ни в Конституции, ни в уголовном кодексе, ни в чем угодно другом не прописан. Но это правовое государство. Дмитрий Борисович, еще вот такой вопрос. В принципе, сложно объяснить чем-то логическим такую картину, когда люди бегут и начинают переворачивать машины, внезапно жечь, искать цыган, искать евреев в самолете и так далее. Власти это выгодно, потому что это отвлечение жестокости и агрессии куда-то на побочную тему? Вы знаете, я бы не думаю, что это власти выгодно. Вот здесь я бы так картинку не упрощал. Я бы сказал так, что это побочная, побочка от разговоров власти к возвращению традиций, к объединению на этническом, в общем-то, уровне. Мы должны быть сплочены, мы должны быть в восторге от своего вождя, а не от наших политических институтов. То есть нет, понятно, что нет уважения к букве закона, нет уважения к избирательным процедурам, нет уважения к полиции, нет уважения к государственным институциям. Требует только уважения к вождю и персонально к нему. Он у нас главный, отвечающий за все благополучие. Или если вождь более мелкого уровня, то, значит, это, скажем, чеченец. А чеченец Кадыров. А если так будет дальше продолжаться, то вполне естественно откат к погромам, потому что власть не справляется. Агрессии все больше в обществе, это последствия войны. А готовности, способности, компетенции властей разруливать это на уровне прописанных параграфов в законе отсутствует, нет у них этой компетенции. Они или сами продаются в рамках скупки коррупционной лояльности за деньги вот этих самых мафиозных группировок. Или не могут им противостоять, потому что их коллеги продались, им не на кого опереться. А сама вся проблема коррупции тоже течет с самого верха, потому что коррупция практически, де-факто, не совсем официально, но де-факто. Это инструмент скупки лояльности силовиков. Силовики контролируют политическую ситуацию на территориях, не позволяют там народу возмущаться ни по какому поводу. А за это им позволяет этот народ крышевать, доить, получать взятки и так далее. Вот такой вот общественный договор. Вот сейчас мы видим, как этот общественный договор вызвал всплеск. По понятным причинам, потому что если там действительно речь идет, ведь на самом деле уж то, что зарезали эту несчастную женщину 40-летнюю с двумя детьми, это всего-навсего повод. А на самом деле вот эта вот этническая группа, она вызывала раздражение давно, но в частности потому, что наверняка там торгуют наркотиками и так далее. И в общем-то крышуют вполне бандитскими методами окружающие населенные пункты. Это все предельно понятно. Где полиция? Почему она этого не пресекала раньше, не доводила до конца? Что требуется от нее по закону? Ей за это деньги платят. Но дело в том, что ей платят деньги еще и те, которых она должна преследовать. Ну, что здесь скажешь? Но люди-то не против коррупции выступают, не против вертикали, не против вот этого возврата к традиции, не за верховенство закона. Они выступают против соседей, потому что им стало не в моготу. Ну, это вот и есть логика погрома начала 20-го даже века. В 19-м веке еще до этого не дошли. По этническому признаку. Так что это, мне кажется, это естественное следствие. Этот процесс будет продолжаться. Ну, просто потому что так устроена путинская вертикаль. Спасибо, что смотрели это видео. Оставайтесь на нашем канале. Тут еще много интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это поможет нам шире распространять информацию. Берегите себя. Продолжение следует...